Привет, друзья, Фикса, и добро пожаловать обратно в Майнкрафт, и сегодня у нас будет мега интересное видео. Дело в том, что я наконец-таки нашел ту вещь, которую искал очень давно, и в этом мне помогла данная корова. Вы наверняка спросите, как? Легко и просто. Она просто поставила лайк мне на видео. Хех, ладно, на самом деле это шутка. Я нашел извлекатель ДНК, и при помощи этой штуки мы сегодня будем эволюционировать. Эволюционировать в Майнкрафте может абсолютно всё, что угодно, начиная с какого-нибудь камня, заканчивая варденом. Этот шприц выглядит достаточно опасно, но поверьте мне, никто в этом ролике не пострадает. Интересно, что будет, если мы эволюционируем в алмазный блок? Обязательно смотрите до конца это видео, чтобы узнать. А мы начинаем, приятного просмотра. Итак, я уже думаю, с кого бы нам начать. Давайте возьмём самого простого моба в Майнкрафте. Допустим, пускай это будет курица. Да-да-да, вон как раз-таки она там уже спряталась, побежали к ней. Берём наш шприц, и не переживайте, всё хорошо. Так, это походу мама с сыном, поэтому им мы мешать не будем. Отец, иди сюда, спасибо большое за твоё ДНК. Вот видишь, даже не больно. Он, конечно, немножко прокричал, но подумаешь. Мы получили куриное ДНК. И вы только посмотрите, как красиво оно выглядит. Почему оно переливается радужным цветом? Возможно, потому что в этом ДНК борется и злая, и добрая сторона курочки Джек. Чё ты сказал? О нет, кажется, она меня услышала, бежим. И вы наверняка уже думаете, что нам делать с этим ДНК. Всё легко и просто, нам нужно просто его скушать. Поэтому мы кушаем его прямо сейчас. Раз, два, три. Поехали, вкуснятина. Ииии... О, да. Вы только посмотрите на мои ноги, у меня теперь куриные лапы. Фиксай получил достижение заразительная левитация. Подсказка. Кто сказал, что курицы не летают? Покажите мне этого умника. А ещё лучше, ударьте его своей новой способностью. Итак, теперь на куриных лапах мы с вами будем бежать и искать какого-нибудь моба, которого мы должны ударить. И как я понимаю, если мы его ударим, то он... Да, он просто полетит. Он просто полетит в воздух. Ха-ха-ха. Отлично. Вы только подумайте, если мы скушаем ДНК всех мобов. Кем мы станем в конце данного ролика, я не представляю. Если вы научили мобов летать, то давайте научим их плавать. Почему бы нет? Я хочу сейчас получить ДНК дельфина. Мне всегда было безумно интересно, как дельфины так быстро плавают, да ещё и прыгают из воды так быстро. И, кажется, я уже кого-то вижу. А, нет, это всего лишь черепахи. Черепахи нам не нужны. Нам нужен дельфин. Вот только где бы его найти здесь? Ничего не вижу. Ой, стоп. Что это было сейчас? Вы видите, на тростнике кнопка подписки. Так, ребят, кто-то из вас забыл подписаться? Это не дело, а то там подписка затерялась на острове каком-то. Так, фермер, отойди, я проголодался, если что. Надо бы добыть немножко еды, а то мы так вообще не справимся. О, здесь как раз-таки очень много сена. Много хлеба не бывает. 16 хлеба, отлично. Всё, идём искать дельфина. Вон он, я его уже вижу, привет. Жаль, у меня никакой нету сети, чтобы поймать его. Но я постараюсь его догнать и взять его ДНК, всё. Получилось, отлично, подводная ДНК готова. Дельфин, ты даже ничего не почувствовал, правильно? Правильно. Потому что это совершенно не больно. Так, всё, мне нужно вернуться на берег для того, чтобы скушать данное ДНК и получить способность дельфина. Офигеть! Вы посмотрите, какой красивый биом. Я уже когда-то натыкался на него. Это что-то вроде джунглей, но типа начало джунглей. Деревья самые обычные, как будто бы дубовые, но с них растут лианы. И всё такое зелёное, красивенькое. Я прямо в шоке. Ох, надеюсь, что у меня сейчас вместо носа не будет клюв. Поехали, пробуем кушать и... Офигеть. Я не вижу никаких изменений. Но мы получили достижение водная стихия. Подсказка. Помимо высунувшегося на гриве плавника, ваш организм научился дышать под водой. Также теперь вы пассивно издаёте ультразвуковой сигнал, атакующий водных обитателей поблизости. Чего? Какой гребник? О боже мой, вы посмотрите. У меня теперь реально гребень, как у акулы. Стоп, это получается, что мы теперь можем беспроблемно плавать? Если так поднимем голову, все будут думать, что мы акула. Так, смотрим. И да, реально, это выглядит так, как будто бы у меня плавник акулы. Круто. Вся рыба умирает. Ребят, вся рыба умирает. Рыбофугу нет. Иглобрюх, прости меня, пожалуйста, я не хотел. Такая уж у меня способность появилась. Так, смотрите, и ещё один минус иглобрюх. Вот почему сейчас я нашёл очень много иглобрюхов, а до этого я не мог их найти, когда мы снимали. В Майнкрафте, если умрут, то мои друзья проиграют. Посмотрите, как много здесь рыбы. Да ладно, я всю и могу добыть теперь. Ребята, с едой проблем, кажется, больше нету. А на сквидвердов это работает? Так, сквидверды, подойди сюда. Ха-ха, я так смешно машу своими куропатками. Да, смотрите, на сквидверда это тоже работает, но его мы, в принципе, трогать не будем. Круто. Я уже похож на настоящего петуха. Ну, почему бы и нет? Ладненько, давайте вернёмся к обитателям суши. И сейчас добудем, например, ДНК из коровы. Почему бы и нет? Может быть, мы сможем давать молоко самому себе, почему бы и нет? Вдруг на нас ведьма нападёт, а мы такие молоко выпьем, и всё. Коровье ДНК. Ну что же, давайте скушаем. Я не буду смотреть, и я пока что не хочу спойлерить, что у меня появится. Так, кушаем. И кстати, получилось достижение коровья вымя. Подсказка. Свежее парное молоко прямо из коров. И тут двоеточие, интересно, что бы это означало? Из вымени. Классно же, когда не нужно ходить за ним в магазин. Используйте комбинацию Shift плюс ПКМ свободной рукой, чтобы поделиться молоком с друзьями. Эх, были бы у меня друзья. Придётся этим молоком, кажется, делиться с коровой. Попробуем. Разве это... Вы только посмотрите на это вымя. Лучше бы я его не видел. Я теперь похож на Отиса из рога и копыт, если вы помните. Кстати говоря, странно. Он тоже мальчик, и у него вымя. И я тоже мальчик, и у меня появилось вымя. Это странно. Теперь ясно, почему нам сказали поделиться молоком с друзьями. Я-то думал, что мы с вами сможем просто молоко пить, а тут оказывается молоко реально парит. Достаточно странно, но почему бы не, теперь мы с вами мощные зато. Помните, я говорил, что камень тоже может эволюционировать? Поэтому мы прямо сейчас отправимся к этому камню. Так, вот как раз-таки пещера, берём извлекатель ДНК. И да, здесь можно добыть ДНК из этого камня. Смотрите, каменная ДНК. И вот сейчас у меня нету никаких мыслей о том, что может произойти. Может быть, у меня станет каменная рука или каменный глаз? Непонятно, кушаем каменная ДНК и смотрим. Так. Я был прав, у нас появилась каменная рука. Представь получил достижение каменные кулаки. Подсказка. Теперь вы гроза этой игры. Возьмите ваши каменные кулаки и выбейте всю дури с блока. Кирка вам больше не понадобится. Прекрасно, а я как раз-таки никакую кирку не крафтил. Правда, если одна небольшая проблема, у меня пропали руки. Я их теперь не вижу от первого лица. Ну и в принципе, я думаю, они нам даже не нужны. Так, спробуем и... Господи, что это? Офигеть! Вы это видите? Теперь вместо бычного опыта мне выпадает ДНК камня. И смотрите, шкала ДНК всё больше и больше заполняется. Интересно, до какого уровня нам нужно дойти? А ещё не такой вопрос. Учитывая, что у нас каменные руки, сможем ли мы, например, добывать алмаз? Как я уже сказал, мы отправимся за алмазным ДНК, поэтому проверим это. А пока что, раз мы с вами в шахте, я хочу добраться до этого железа и взять из него ДНК. Может быть, у нас теперь будут алмазные пальцы? Хотя нет, в моей карте нету пальцев. А, алмазный торс, да! Сейчас, в целом, будет алмазный торс. Так, извлекаем ДНК. Спасибо большое, стальное ДНК. Тоже пока что не сполерим, во что мы превратимся. Кушаем просто и получим достижение стальные ноги. Новые стальные ноги добавляют телу прыгучести, а также игнорируют повреждения от падений. Попробуйте прыгнуть с зажатой клавишей shift, чтобы активировать способность. Ну, давайте попробуем. Я как раз-таки нахожусь сейчас на высоте. Прыгаем и... Вау! Мы стали настолько тяжелыми, что теперь реально под нашим весом проламываем землю. Итак, делаем ставки, что у нас изменилось и стало железным. Иииииии... Это... Вау! Офигеть! На наши куриные лапы наложился экзоскелет из железа. Я такое вообще впервые вижу. Ха-ха! Это очень круто! То есть реально получается теперь судьбой устой мы прыгаем, зажимаем shift и ломаем по целой блоке и не получаем урон. Гениально! Так-так-так-так, ДНК, идите, идите все ко мне, спасибо. Овечка, ты видела, какая я крутая? Э, точнее крутой, какой я крутой? Э, ребят, это все курица и корова во мне, я не виноват, правда, я... да. Кстати говоря, что насчет овечки? А ну-ка, дай-ка мне свое ДНК, спасибо, овечье ДНК. Кушаем теперь его и смотрим. Достижение теплая шерсть. Теплый шерстяной тулуп надежно защищает от холода. Разве что противное влияние, которое заставляет других существ разрываться на части. Как я понимаю, у нас теперь Тор заменился на овечий. Ребят, я уже очень странно выгляжу. Я реально эволюционирую во всех мобах, а также в блоке. Безумие какое-то просто творится. Проверим теперь нашу способность. Просто пробегаем мимо мобов и... Вау, просто вау, они реально от этого запаха просто взрываются. Это очень странно. У этой способности есть небольшая перезарядка, но в любом случае это реально работает. Неужели овцы реально так пахнут? Я видел только коз, и если не ошибаюсь, они все-таки отличаются друг от друга. Вот эти вот шерстяных, огромных, мохнатых, никогда не видел. И не знаю, как они пахнут. Если не ошибаюсь, на противоположной стороне моря была пустыня. И я прямо сейчас туда отправлюсь для того, чтобы найти кактус. Хочу получить ДНК кактуса. Думаю, мы с вами станем мега колючими. Берем лодку и поплыли. Готово, все, мы здесь. И я уже вижу кактусы. Чудесно, как удобно, что все очень близко. Тропейская рыба, скушаем. Вкуснятина, спасибо. Так, забираем ДНК кактуса, спасибо. Колючая ДНК и кушаем его. Достижение колючки на теле. Посмотрим и... Да, смотрите, мы теперь полностью колючие стали. Эх, теперь я не смогу обниматься. Обидно, конечно. Попавшие в вас стрелы теперь будут провоцировать защитную реакцию организма, выпуская рой острых колючек в ответ. И это чудесно, потому что как раз таки уже темнеет, и сейчас будут появляться злые мобы. Мы это сейчас с радостью проверим. Мне кажется, что под конец данного ролика мы станем бессмертными. Это точно. Стоп, подождите, что? Оказывается, все это время мы могли очень высоко прыгать? Серьезно? Офигеть. Так, зомбари, давайте-ка идите на меня, попробуйте меня ударить. Ааа, это работает на стрелы, а не на зомбарей. Давайте идите отсюда. Так, а вот и скелет, иди ко мне. Стреляй. Офигеть. Офигеть, вы видели, сколько много стрел? Вау. Ой, правда меня сейчас убьют, потому что у меня мало ХП, поэтому бежим отсюда просто далеко. Дайте мне сырую треску, а также хлебушек. О нет, только не крипер, только не крипер. Пушаем в полете, восстанавливаем ХП. Ох, чудесно. Все, можно жить, можно жить. Я хочу это проверить еще раз. Так, скелета, давайте стрелять в меня. Давай, давай, ху-ху-ху. Это очень эпично, это мега эпично. А теперь на крипера. Давай, давай, изи. Вы посмотрите, я же могу теперь без проблем разбираться с любыми мобами. Вау. Забираем их ДНК. Хе-хе. Мне кажется, недостаточно все-таки взрывов у нас. А пойдемте-ка своруем ДНК этого крипера. Быстрее, быстрее, быстрее. Опачки, забрали ДНК и просто убегаем. Все, 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 пора отсюда сваливать. До свидания, мобы. Взрывное ДНК. Опробуем его и... Достижение взрывной толчок. Пх, бывает. Новая мутация вашего организма позволяет использовать способность крипера. При этом не теряя здоровье. Единственный минус. Надоедливая вторая голова, торчащая из-за спины. Погодите. Про какую еще голову вы говорите? А-а-а! Какой кошмар! Это выглядит очень стрёмно. Вы представьте лица моих друзей, которые увидят меня в таком обличии. Так, и как я могу теперь взрываться? Эм, что-то я не понимаю. Так, нет, стоп. Это моя другая способность. А как мне взрываться, как крипер? Может быть, для этого мне нужно умереть? Пока что непонятно. Давайте узнавать. Кажись, я все понял. Раньше, когда мы ударяли мобов, они просто отправлялись в воздух. Но теперь они сразу же взрываются. Потому что мы стали крипером. Эволюционировали в крипера. Интересно, а если мы эволюционируем в жителя? Что нам это даст? Мы сможем торговать? Или я даже не знаю, что. Мы сможем разговаривать как житель, типа... Ха-а, да, это весело. Или как вообще? Пойдемте узнаем. Мне придется возвращаться в деревню, эх. Жители, я снова здесь, чтобы сделать вам укольчик. Не переживайте, я просто доктор. Да-да-да. Ни в коем случае не переживайте. Где вы? Куда вы все спрятались? Я же с добром пришел. Просто маленький укольчик, проверить, насколько вы здоровы, и все. Ничего страшного в этом нету. О, сам ко мне аж пришел. Привет, да не убегай ты, стой, дай свою ДНК. Да что ты боишься, не бойся вообще. Подожди. Ой, спасибо тебе большое. Да ладно тебе, да не больно, что вообще, что ты головой киваешь своей. Ворчливая ДНК, реально ворчливая. Ну ты и вредина, конечно, житель. Так, скушаем. Достижение ворчливый, старик. Ворчливые гены жителя позволяют призывать на помощь своих активных внуков. Как только организму угрожает опасность. Эм, да. Ха-ха, у меня вырос огромный нос. Ну, в принципе, так я и думал. Окей, и как нам теперь призывать внуков? Значит, когда у нас будет опасность? Пойдемте, найдем тогда голема. Голема-то все-таки опасность, поэтому проверим. Так. И, а, реально, смотрите, что? Реально появились какие-то непонятные малюсенькие жители. Так, на големе достаточно тяжело проверить, потому что он меня убьет с двух ударов. Пойдемте, найдем какую-нибудь моба. Как раз-таки сейчас отправимся в шахту, потому что нам нужно найти еще алмазы. Давай-давай-давай-давай-давай, в самый низ, в самый низ. О, все, прекрасно. Мы там, где нам нужно. Минус 42 высота, отлично. Мобов, конечно, я здесь пока что не вижу, но это до поры до времени. О, а вот как раз-таки зомби. А ну-ка, ударяй меня. И, реально, смотрите, появился маленький житель внук, который меня защищает. Ха-ха-ха. Кто это сделал? Зачем вы это сделали? Это очень странно и очень забавно одновременно. Такс, молодец. Вот, на, покушай хлеба. Пойдемте искать алмаз. О, а вот и алмазы. Спасибо. Хорошая работа, ребята. Итак, прежде чем мы с вами попробуем алмазный ДНК, я хочу проверить то, что мы с вами хотели проверить. Сможет ли каменная рука добыть алмаз? Проверяем и да, без проблем может. Возможно, все благодаря нашей железной ноге. Возможно, мы добыли железной ногой это. Потому что руки-то не видно. Непонятно, чем я добываю вообще все это дело теперь. Алмазная ДНК. Ну, поехали, кушаем. Достижение алмазный взгляд. Теперь ваш взгляд по-настоящему не отразим. Все инстаблогеры будут вам завидовать. А еще он позволяет видеть сокровища там, где, казалось бы, их быть не должно. Интересное заявление. Ииии у нас алмазные глаза. Вау. Ребята, я выгляжу максимально странно. Но мы реально эволюционировали. И стали намного круче, намного умнее, намного сильнее. Эм, что? Как я это сделал? Вы представляете, теперь, когда мы с вами убиваем моба, на его месте появляются алмазы. С ума сойти. То есть, в самом плохом мы видим самое хорошее. Спасибо алмазным глазам. Мы набрали 28 уровень ДНК. И, как нам сказали, эволюция завершена на 100%. Поэтому, думаю, на этом мы будем сегодня заканчивать данный ролик. Друзья, если он вам понравился, не забывайте ставить лайк и даже подписываться на канал. А для вас раз зафиксать, не забывайте также смотреть предыдущие видео, пока я прощаюсь. Можете прямо сейчас нажать на левое или правое видео. Они все безумно интересные. Всем удачи, до скорой встречи, пока. Увидимся в следующем ролике. Пока. Давайте, вы переходите, я пока что хлеб скушаю. Ну все, а этот хлеб вам. Пока.